Что нового в малоэтажке? Наша традиционная новостная рубрика. Смотрим! Друзья, всем привет! С вами канал Goodwood, Александр Дубовенко. Мы уже больше года снабжаем вас самыми новыми, самыми классными новостями, самыми правильными. И единственное место, где вы узнаете все самое новое о малоэтажке, это наш канал. Не переключайтесь, будет интересно. Смотрим! Друзья, напоминаю, у нас здесь нет никакой политики. Все политические комментарии будут выкидываться, но у нас также нет и пропаганды. А это мало где. Так что продолжайте смотреть наш канал. В России может появиться нулевая ставка по ипотеке. Был такой анекдот, вы уж определитесь, или туда, или сюда, иначе бесит. Вот это тот самый случай. Напоминаю, ставка снижалась, снижалась, снижалась. Она там была 11, потом дошла там чуть ли не до 4 или 5, напомните в комментариях, что-то я забыл. Вот, значит, она снижалась, потом началась спецоперация, и ставку бабахнули, что-то я забыл даже, по-моему, чуть ли не на 20%. Вот, естественно, тут же прекратилась выдача всех ипотечных кредитов и всего. Тут, понятно, задача была поддержать курс валюты. Курс валюты многими людьми, нашими жителями, воспринимается как признак стабильной экономики. То есть смотрят, курс доллара, если низкий, значит с экономикой все хорошо. Курс доллара высокий, значит с экономикой все плохо. Для поддержки этого курса были приняты беспрецедентные меры. Во-первых, полностью ограничили покупку, продажу валюты и так далее. Вывоз за рубеж, вывозить нельзя, переводить нельзя, ничего нельзя. Вот, но параллельно с этим жутко подняли ставку. Значит, курс доллара какое-то время сопротивлялся, потом сдался. Он вынужден подчиниться был и стал падать, 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 падать. Вот, и потом все поняли, что он падает слишком сильно и начали резко снижать эту ставку. Курс, кстати, продолжает падать, то есть пока не справляется. Я не знаю, сколько он, скоро доллар будет стоить 0 рублей, наверное. Вот, поэтому, ну вот этот всплеск был, сейчас уже, слава богу, ставка почти нормальная, будет дальше снижаться. Начались ипотечные программы, в том числе льготные. Так что это, кстати, сильно нам поможет и рынок наш поддержит, потому что в области дешевых и средних домов доля ипотечников достаточно большая. Сейчас уже есть хорошие программы для айтишников 3%, для семей, не помню, там тоже порядка 6% и для всех людей 10,5%. Но понятно, если будет такая тенденция, то где-то в течение 1-2 месяцев ставка еще будет падать на пару процентов, наверное, упадет и будет вообще классный процент. Российские CLT-панели прошли испытания и выдержали 100 минут прямого огня. На самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что CLT и клееный брус это почти одно и то же, просто это разные габариты. Клееный брус имеет размеры условно 12 на 200 на 200 миллиметров, а CLT-панель имеет те же 12 на 200, но на 2 метра. То есть это просто большой клееный брус. Поэтому его физические свойства похожие. Напоминаю, мы снимали огневые испытания нашего клееного бруса и он показал похожие результаты. Кстати, клееный брус в Германии используется в качестве защиты металлических конструкций от пожара. То есть металл покрывают деревом для защиты от огня. С точки зрения российского потребителя это выглядит странным, потому что все мне говорят, да ваш клееный брус горит как спички, но тем не менее испытания проходят, и это 100 минут это очень хорошо. Российскому рынку грозит избыток пиломатериалов. Избыток не избыток, временный дисбаланс конечно будет, потому что пиломатериалы включены в пакет санкций очередной, и с 1 июля экспорт пиломатериалов в европейские страны будет полностью остановлен. А наше производство, вообще российское пиломатериалов, оно в основном экспортно ориентировано. Мы уже это сейчас ощущаем, потому что если до этого мы бегали по всем регионам и уговаривали продать нам доски, то теперь нам оборвали телефон и говорят купите хоть за сколько-нибудь. Цена естественно тоже упала. Если, напоминаю, цена поднималась до 28 тысяч рублей за куп, за обрезные пиломатериалы с доставкой естественной влажности, с доставкой в Московскую область, то теперь цена упала сначала до 21 тысяч рублей за куп, теперь цена уже 19 и такой намек, что типа скоро будет 17. Хочу вам сказать интересную вещь. Мы рассказывали, что наша компания поступила некрасиво, и когда цена росла, напила материалы, мы вынуждены были всем нашим заказчикам поднять цену в процессе строительства. Примерно 50% от дополнительных издержек оплачивали наши заказчики, 50% финансировали мы. Вы тогда, очень многие кричали, а готовы ли вы будете опустить цену, если цены будут падать? Я сказал, что да, готовы. Так вот, мы не просто готовы, мы это делаем. Мы уведомили всех наших заказчиков о том, что цена на пиломатериалы снизилась, и на текущий момент все заказчики, которые заключили контракты по старым ценам, но кому мы не успели построить дома, не успели произвести эти домокомплекты, сейчас у них цена пересчитывается, и деньги возвращаются частично, то есть примерно 3000 рублей за куб мы сейчас возвращаем нашему заказчику. Вот так вот. Так что мы отвечаем за наши слова. Наблюдается послабление в штрафах. За нарушение на земельном участке штрафы хотят снизить вдвое, а за использование земли не по назначению полностью отменить. Напоминаю историю вопросов. Раньше вся земля была советская, то есть принадлежала нашей большой стране. Потом Советский Союз рухнул, появилась Россия, появилась частная собственность. И появилась идея всю землю крестьянам. Это был советский лозунг, но решили по-настоящему, чтобы по документам дать. Соответственно, все, кто работали в совхозе, они стали как бы совладельцами своего совхоза. И были так называемые ваучеры, всем выдали по ваучерам. И этот ваучер можно было обменять на долю в совхозе. Но никто в это не верил, потому что думает, а, сто раз нас всю жизнь обманывали, какую-то долю еще после революции выдавали нам всю эту землю, и сейчас будут так же выдавать. Ну, в общем, никто в это не верил. И действительно, некую долю, там, допустим, колхоз, там, не знаю, тысячи гектар, и у тебя будет некая бумажка, что ты типа совладелец этого колхоза. Ну, ни о чем. Вот. Но возникли предприимчивые люди, и они решили эти колхозы все себе забрать. Интересный бизнес. И каким образом забрать? Они за бутылку водки, фактически, вот эти бумажки, что у тебя доля, они это выкупали, меняли, ваучеры забирали, ну, в общем, все что угодно делали, и собирали вот эти бумажки у колхозников. И буквально там, вот 200 человек собрали бумажки, вот эту пачку, и как только эта пачка вся собрана, весь колхоз уже появлялся в частных руках конкретного человека. А так как колхозы были на Рублево-Успенском шоссе, на Новой Риге колхозы были, колхозы были на Минском шоссе, на Киевском и так далее. Это стало стоить миллиарды долларов. И вот на пустом месте, за бутылки водки, люди стали миллиардерами. Так появились лендлоры. Тема известная, это все произошло в 90-х годах. Вот. А потом государство начало думать, а что же с ними сделать, с этими людьми? То есть отнять-то вроде нехорошо, но и обидно, что взяли за копейки, забрали огромные массивы земли. И придумали очень классную вещь. Ну как классную, я уж не знаю, смотря кто на чьей стороне. Но придумали. Значит, придумали, что обложить налогами и штрафами за нецелевое использование. То есть, если ты стал колхозником, и у тебя огромный колхоз на Киевском шоссе, 15 километров от МКАДа, то будь добр, сажай там картошку или что-то там делай. Вот. Но на самом деле, использование земли по назначению в режиме сельского хозяйства около МКАДа не имеет никакого смысла. Это и так всем понятно. Просто оно не окупается. Ты не найдешь ни сотрудников, ни техники, ничего. То есть, все сельское хозяйство, оно должно быть далеко от Москвы. Вот. И что придумали эти лендлорды, чтобы у них не отняли землю? Они придумали имитировать сельскохозяйственную деятельность. То есть, они что-то ходили там, трактора что-то ездили там, что-то они там сажали, какую-то кормовую кукурузу. Ну, в общем, делали вид, всем было понятно, что это имитация. Но, естественно, люди, которые контролировали это, они получали от них взятки. И вот до сих пор все это вот так вот и происходит. Вот. Но потом государство добралось до частников. Появился закон, что если ты купил земельный участок с целью жилищного строительства, а потом не строишь дом очень долго, то начинаются штрафы. То есть, штрафы, какие-то повышенные налоги и так далее. Так вот, сейчас в честь того, что ситуация не очень стабильна политически, решили людей не беспокоить, оставить в покое, купил участок, можешь ничего не строить. И решили этот штраф отменить. На мой взгляд, полностью правильно, это очень правильно. Не надо, если у нас частная собственность, купи земельный участок, хочешь строй, хочешь не строй. Это нормально, что ты решил строить через 20 лет. спрос на загородное жилье растет. За май на дома в Подмосковье он увеличился вдвое. Я считаю, что вдвое он не увеличился за май. На текущий момент, пока спрос падает, видите, у меня другие данные. Но в июне, скорее всего, спрос увеличится, потому что начнется сезон, который просто сместится немножко в сторону июня. Мы наблюдаем снижение спроса, но и мы видим снижение цен. Соответственно, когда цены снижаются, спрос падает еще больше, потому что многие покупатели переходят в режим затишья. Зачем покупать условно сегодня деревянный дом, если цены падают? Подождем, пока они упадут еще сильнее и купим. Поэтому спрос будет возвращаться достаточно резко, когда цены перестанут падать. На мой взгляд, это произойдет в начале июня. Если это будет или если это не будет, мы вам обязательно сообщим. И, конечно же, в июне начнется потихонечку, начнут снова расти цены. Сначала постепенно, потом резко к августу, как обычно. А может и курс упадет за одну рубля. Ну, посмотрим. Будет много интересного. Вообще, у нас что-то всегда к августу происходит. И вот у меня ощущение, что вот к этому августу тоже что-то должно произойти. Минпромторг хочет ограничить наценку на стройматериалы и металл. Такие меры помогут стабилизировать цены. Значит, начнем с анекдота. Прапорщика, остановите поезд. Поезд сто раз два. Мне кажется, я уже рассказывал этот анекдот. Значит, уважаемые коллеги из Минпромторга. Значит, я очень советую вам получить базовые экономические знания. Ну, потому что иначе, ну, просто вот вы как бы смешите себя, ну, вменяемых людей своими заявлениями. Вот есть Министерство здравоохранения, да? Вот оно же может сказать, что мы решили ограничить дыхание людей, чтобы люди дышали не чаще, чем, допустим, семь вдохов в минуту. И это поможет стабилизировать здоровье россиян. Но они же такое не заявляют, потому что они считают, что Министерство здравоохранения хоть и имеет какое-то отношение к дыханию, но вот как конкретно дышать людям, они не приказывают. Да? Потому что это вне находится их зона компетенции и вне зоны, ну, вот, бредятину приказывать не надо. То же самое и вы, дорогие Минпромторгарки, торговцы, вы никакого отношения не имеете к наценке. Никакого вообще. Хотите вы, чтобы она была маленькая, или чтобы она была большая, или что-то там ограничить, вы никак не можете на это влиять. Никак. Поясню, почему. Потому что наценка и стоимость продукции всегда определяются рынком. Спрос, когда выше, чем предложение, наценка высокая, цена большая. Спрос, когда ниже предложение, наценка низкая и цена низкая. Пример того, что происходит сейчас. Вы пытались там что-то там влиять на дерево, спрос упал, экспорт ограничился, предложение большое, цена резко пошла вниз. С металлом то же самое, кстати. Цена упала, цена падает каждый раз. Вот зачем что-то ограничивать, он падает, падает и падает. Он уже почти вдвое упал. Вот. К чему приводит ограничение наценки и ограничение цен? Либо к полному дефициту, что просто не имеет смысла производить металл, он просто его не будет. Такое проходили уже сто тысяч раз. Либо, если вы, допустим, фиксировано, разрешаете наценивать 10%. Любой бухгалтер может вам обосновать любую себестоимость. То есть, вы, допустим, говорите, наценка должна быть 10%. Я, например, как производитель металла, хочу продать по 70%, я вам покажу себестоимость 63 рубля и за килограмм, и все. И вот, пожалуйста, 10% наценки. Если надо обосновать 70 рублей, я 70 рублей обосную, 80, значит, 80. Вообще элементарно. Это просто берется там постоянные издержки, списываются там как-то или амортизацию ускоренную включаем, и все, вот тут же или аренды какие-нибудь добавили туда, вот вам себестоимость увеличилась. То есть, это полная чушь. Поэтому, таким образом, невозможно ничего стабилизировать. Можно только заявлять. Вот эти популистские заявления делать можно. Если же вы действительно хотите что-то сделать полезное, то периодически смотрите наш YouTube-канал. Мы вам советуем, что делать. Помните, в свое время мы уговаривали вас, пожалуйста, сделайте 10% экспортной пошлины на пиломатериалы. Я уговаривал вас два года. Вы, кстати, сделали большое спасибо. Кстати, как раз ровно 10%, которые я просил. Но, лоббисты пробили такую маленьким мелким шрифтом добавочку в скобках. В случае пиломатериалов влажности выше, чем 22%. А экспортируется пиломатериал транспортной влажности 18% меньше. Тем самым вы вот этими скобочками сделали так, чтобы эта ставка не работала. Ну и да, и у нас цена была на дерево для нас по 28-30 тысяч рублей за куб. Сейчас произошла спецоперация эмбарго на импорт древесины из России и цены сами упали. То есть, то, что должны были сделать вы уже давно, значит, сделали европейские страны, но, правда, в более жестком варианте. Такого мы даже мечтать об этом не могли. Мы просили только 10% в пошлину, а включилась полная эмбарго. Причем не по нашей инициативе по инициативе европейских стран. Ну, теперь дерево мы получили. Вот. Ну, а вы теперь решили ограничить наценку на металл, который тоже эмбарго, который жутко падает. Что тут комментировать? Ну, давайте все-таки изучайте экономику, думайте какие-то более правильные меры, а не популистские заявления. Это вам такой совет. В России резко подорожали унитазы. Цены выросли до 70%. Так, друзья мои, давайте посмотрим, как развивается Россия. Мы все с вами поняли наконец-то, что западные ценности нам очень вредят. Первое, что мы сделали, мы восстановили семейные ценности, то есть все у нас теперь все хорошо, все традиционно, все очень круто. Дальше, церковь. Церковь у нас тоже все хорошо, возобновили, возродили, все отлично. Соцсети западные закрыли, слава богу. Ну вот, YouTube остался, ну это пусть остается. Соцсетями расправились, отлично. Макдональдсы закрыли наконец-то, они нас пытались кормить дерьмовой, вредной западной едой, и одна вещь осталась от Запада, это унитазы. Я уверен, что это придумали где-то на Западе, и это не наше, понимаете, нам надо от этого тоже отойти. Значит, нам нужно все-таки вспомнить наши корни, да, и приучаться постепенно ходить, так сказать, в уличный туалет. И, кстати, эти унитазы западные подорожали, а дерево как раз подешевело, да, то есть мы теперь давайте-ка все-таки вспомним наши корни, наши ценности, наши обычаи, да, и начнем ходить, как и, собственно, всегда, мы ходили в уличные туалеты, деревянные, и я считаю, что тогда, ну, наконец-то, мы, ну, достигнем наших, действительно, великих целей. Друзья, большое спасибо, что досмотрели до конца. Несмотря на грустные времена и некоторые сложности в политическом плане и в экономическом, мы все-таки продолжим снимать новости, иногда подшучивать над ними, потому что без юмора, я считаю, мы все это не переживем. Поэтому всем пока, всем спасибо, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, иначе вы пропустите новости. Я слышал, тут минимум половина смотрит нас без подписки, вот, и поэтому обязательно подпишитесь, чтобы все смотрели только с подпиской. В следующий раз тем, кто не подпишется, мы вообще не будем показывать наши выпуски. Пока!